всем привет с вами тома и сегодня у нас будет вторая часть распаковки sweetbox of smile little pony как вы помните в прошлой первой части я распаковывала два бокса по 5 коробок которые я заказывала через интернет-магазин уголок сказки и тогда в них попались только три поняшки но по несколько раз естественно 2 лет спаркл рейнбол дэш очень веселая и забавная и очень красивая симпатичная рэрити но только эти три фигурки я посмотрела потом много других обзоров фото обзоров и да везде были только эти три поняшки у всех людей которые тогда заказали с уголка сказки везде были только три поньки и как оказалось чутка позже все эти sweetbox все-таки подвезли в обычные продуктовые в основном я так понимаю люди находили их в пятерочках причем по стоимость несколько ниже примерно по 119 рублей кажется ребята писали а в уголке они были по сто двадцать семью память не изменяет и соответственно туда привезли оставшиеся пять фигурок причем эти оставшиеся пять фигурок были в боксах на 10 коробок то есть у них получился бокс на пять коробок там были только три персонажа боксы на 10 коробок там были остальные пять персонажей в двух вариантах такое у них странное очень деление получилось если вам кого-то не хватает вашей коллекции вы то есть теперь знаете какую коробочку в магазине искать если длинненькая и узенькая то там будут вот эти три персонажа если поширше то остальные пять соответственно можно как-то как-то уже лучше найти кого надо и то же самое появились на том же уголке сказки появились боксы и на 10 коробок то есть если совсем все печально можете заказать и там я у нас в смоленске так пока я не дождалась продажи в обычных продуктовых поэтому мне помог с приобретением этих поняшек уликс большое ему спасибо пришла по почте и теперь у меня тут оставшиеся пять персонажей уже точно сейчас будем открывать и смотреть причем в этот раз я буду открывать их снизу это казалось намного проще и быстрее чем делать это сверху честно ничего я раньше об этом не додумалась ура поняшка кстати давайте посмотрим сразу количество мармеладов кстати другой оформление мармеладов помните там был прозрачный пакет а тут вот пакетик с этими самыми клубничками ну во-первых клубни мишки тут тоже 5 мармеладок но это клубнички такие клубнички были в светбоксе который я обозревала с другой поняшкой там вот точно такой мармелад был точно в таких пакетах а с первыми светбоксами с поняшными как вы помните там были мармеладные мишки ну пробовать мы уже на вкус не будем скорее всего как обычно давайте смотреть поньку и первая понька у нас apple jack apple jack дружелюбно честна и безупречно мила подружки пони знают что всегда могут рассчитывать на ее советы любит собирать яблоки бережно относится к работе и больше всего ненавинит лень apple jack любит соревнования часто побеждает в родео постоянно соревнуются с рэмбл дэш тоже кстати видно что описание составляла явно человек который смотрел сериал то есть наверное у них какой-то броняшка есть команде таких подробностей без сериала особо не узнаешь сзади вкладыши все те же самые да и сама apple jack жалко без шапки и не с одним хвостом да с одним хвостом но это хорошо что с одним хвостом потому что вот эти два хвоста лично я же просто прыгла что я везде делаю с двумя хвостами поэтому кстати вот в этот раз я взяла сравнить ее из журнальной понькой вот так они по росту то есть наши apple jack и светбокс от чутка выше и постройнее чем журнальные журнальные все таки такие пухляшки а вот светбоксовский клевые тоненькие такие изящненькие и по сравнению с баймбэгом как обычно чутка выше и по цветовой гамме не кажется лучше именно оранжевый оранжевый они тут какой-то не такой оранжевый тут вот мне кстати очень нравится вот еще бы ей шапку и и веснушки бы еще и нет да точно нет на всякий случай посмотрела мимо камеры нет тут только блики от света но веснушек у нее нет взгляд у нее такой прищуренный прикольный 3 яблочко резиночки не покрашены печально могли бы уже покрасить сама форма хвостов мне очень нравится один хвостик поинтовики ура ура меточка с одной стороны няша по сравнению кстати строить и наверное ну да примерно одинаково они по размеру получается что тут как-то коньки получились так немножко одна выше другая ниже вот эта картинка с которыми типа делали здоровская вот чем ленточки покрасить веснушки подрисовать и шапку слепить и вообще будет клёвая пони стоишь ты достает замечательно клёвый apple jack давайте открываем дальше следующая у нас принцесса луна которая рогом застряла в дырке серьезно сама так это не смешала ой она большая но стрёмненькая немножко ладно сначала описание почитаем принцесса ночи младшая сестра принцесса селестии правительница эквестрая она сидит за сном пони вовремя поднимает опускает луну любит музыку виртуозно играет на музыкальных инструментах и картиночка причем здесь у нас луняша еще в первом своем дизайне когда ее только освободили от nightmare moon еще с голубой и гривой хотя по форме конкретно на фигурке грива уже все-таки из второго дизайна такой некой смешение стиля у них получилось ну и наверное это самая странная фигурка она очень большая я думаю она будет меньше но нет она даже больше твайлы получилось за счет того что стоит на задних копыток с подставочкой идет чтобы хорошо стоять ну да хорошо стоит здорово я честно говоря по промо фотографиям думала она будет несколько меньше очень похожа на поньку из первой волны чапачумсов тоже на подставочке как вы видите да и тоже она вот гамма цветовая вообще один в один только что тут у нас таки пытались передать дизайн именно вот этот луны с короткой причесочка ее да а тут дизайн взяли из уже взрослой луны так сказать а цвета оставили как у маленькой потому что она вообще сама темно-синяешь и с синегривой а не вот такая вот сиренево голубая как-то они намудрили тут ай-яй-яй вот хотя бы покрасили в сюда было бы уже лучшая меточка как-то и маловато сделал вообще у нее родное родимое пятно это должно быть покрупнее хотя чего там жаловаться ладно вот этого у нас по сравнению с лайнбэгом пятой волны тоже принцесса луна на молоде принцессы сервисе ну как видите тут тоже она сиреневая с голубой до гривой в общем не одни наши такие такую ошибку делают и еще один вариант принцессы луны но опять таки это хотя бы похоже на ее чиби версию так сказать здесь она вот ее цветовая гамма ей подходит продукт с меткой тоже мы говорили это из коллекционного сета 1 на молди кейданс да но тут хотя бы опять таки это маленькая луна а это большая луна но почему-то в цветах маленькой луны ну ладно тем не менее грива у нее из отдельного кусочка пластика от релик прикольный кстати крылышки как и у твайлайт на спине крепится мягенькие сохраняют немножко потом обратно хвостик у нее большой отдельно тоже сделан мордочка даже ровненькая нормально покрашена все рог вверх смотрит в этот раз вот на самом деле кстати не такая плохая фигурка вот если в руках так держишь смотришь и не менее со всех сторон нормально вот цвета бы сделали хорошие на смысле конечные и было вообще шикарно потому что не знаю вот копыта задней чуть подлиннее вы еще не кажется немножко коротенькими смотрятся по сравнению с передними в общем как-то немножко не доделали фигурку потому что потенциал у нее явно был но получилось не очень не очень хотя очень здорово на казани ну да вот тоже опять таки показывают нам чебелуняшу делают не чебелуняшу ай-яй-яй-яй-яй давайте смотреть дальше дальше у нас флоттершай флоттершай это добрая стеснительная и великодушная самая тихо из всех пони она любит помогать другим особенно своим маленьким друзьям зверятам флоттершай не только лечит их ну и кормит ухаживает и занимается с ними с помощью своей доброты может украдить самого свирепого зверя но если опасность угрожает ее друзьям она первая придет на помощь на помощь тоже кстати очень такое детальное описание явно по сериалу картиночка сзади все то же самое и сама флоттершай тоже очень милашно вот эти все фигурки в принципе одинаковые примерно по росту да здорово смотрится по сравнению с байбэгом с обычным вот видите даже у тут у свитбокс передал больше больше попал в цвет гривы флоттершай здесь она ярко розовая такая да здесь именно ее нежно розовый цвет но немножко не попали в тон глаз мне кажется сейчас посмотрю мимо камеры хотя не в живую смотрится практически как в сериале они такие у нее изумрудно цвета морской волны да не голубые не зеленые именно такие какие-то бирюзовенькие да похож цвет глазки чуть-чуть вот этот чуть-чуть уполз но тут сложно покрасить из-за ее гривы хорошо что он вообще есть потому что в некоторых вариациях флоттерша и в киндерах различных ей просто вообще просто челку делают на весь глаз и все и типа нету крылышки у нее не одну смысле они не на таком крепление как у луны ствайлы да они нее как у дэшки присоединены к самому тельцу хвост отдельно грива тоже отдельно влита в общей тельце меточка бабочками с одной стороны простейками и станет замечательно хвост хвост смотрите какой большой тоже плоский снизу клево мне очень нравится эта серия фигурок прям вообще особенно с учетом своей стоимости когда они получаются там 100 рублей с хвостиком там 120 примерно вообще просто вообще шикарные дальше у нас пинки пинки пай жизнерадостная и игривая смешит и радует своих друзей сутки на паралет невероятная выдумщица и затеянется с удовольствием найдет причину для праздника пинки пай удивительно красиво поет любит есть сладости и устраивать вечеринки типичная пинки и сама фигурочка давайте по росту опять-таки посмотрим ну да чуть чуть меньше чем флотти но в принципе в принципе клевая такая забавная на самом деле мне нравится их выражение лица они тут такие все разные для сравнения с баймбеком опять чуть выше и опять чуть каноничнее в цвет тут такой розово-фиолетовая грива была да а тут больше именно красноватая малина у него такая грива по форме вообще канон вообще смотрите какая прелесть для вот именно российской фирмы я считаю просто просто шикарные пони они сделали грива тоже у нас идет отдельно пластик отлита то есть не покраска а именно просто другой кусок пластика и склеен вместе с основным туловищем вроде ничего не отвалится меточка с одной стороны глазки такая милаха очень клевое выражение мордочки с обратной стороны стоит да хорошо стоят просто просто очень клевые фигурки вот реально порадовали очень порадовали намного лучше даже то что что делает само хазбром давайте смотреть дальше и последний у нас остался спайк спайк дракончик друг и личный ассистент вайл и спаркл умеет писать и шлет отчеты о дружбе принцессы селестии с помощью зеленого своего зеленого огня зеленый огонь не всегда идет на пользу однажды он случайно жжет книгу спайк влюблен рарити тоже хорошее описание сзади все то же самое и спайки тут тоже достаточно прикольный кому-то вот нравится это выражение кому-то нет мне кажется он тут очень прикольно только не очень понятно как ему тут голову сделали тоже что ли отдельно приклеили этот шов внизу меня немножко смущает вот сама фигурочка очень забавная может быть не очень каноничная не знаю но он прикольный просто серьезно серьезно просто прикольный а вот эти вещи покрашены так а гребень не пойму гребень не пойму вставлены или тоже покрашен глазки покрашены ровненько пузико снизу c hasbro шипы очень клёвый большой правда немного немножко так крупного там для поняши если он станет он будет с их ростом на самом деле он был все-таки поменьше но хорошо наверное пойдет каниколоновым вот кстати спайк из набора с каниколоновыми кто-то на конвенте на каком подарил я уже честно говоря не помню но вот по размеру вполне вполне норм и вот еще два маленьких спайка это у нас из чупиков и из-за дэнлевских яиц которые с блайнбегов идут опять-таки цветовая гамма хорошо подходит дело нам мило добро и забавно не знаю очень они мне нравятся вот реально за счет именно своих эмоций не просто там какие-то такие ну стоят но окей да именно именно передается эмоция персонажа веселая забавная там или наоборот более такая нейтральная стесняшка вот у и просто прям вообще глазками стреляет то есть действительно качественно подошли именно к передаче характера не просто там какую-то поняшку да именно с душой очень мне нравится коллекция конечно безусловно всем советую собрать как собирать я уже сказала надеюсь ролик был вам интересен и полезен подписывайтесь комментируйте ставьте лайки с вами была тама пока субтитры сделал DimaTorzok димаTorzok